А вы знали, что Приморье – это не только море и красивые пляжи? Приморье – это горы, да еще какие! Сильные и смелые те, кто покоряют 10 приморских вершин, получают звание Приморского Барса. Так что же это за вершины и как на них подняться? Об этом расскажем в программе. Гора Ольховая, она же китайская. До 29 декабря 1972 года называлась она именно так. Находится в партизанском районе Приморского края, недалеко от села Сергеевка. Высота – 1669 метров. Гора Ольховая в списке 10 гор, восхождение на вершины которых дает право туристу называться Приморским Барсом. Совершенно неважно, из какого вы региона и даже из какой страны. Но факт восхождения на Ольховую, как и в других случаях, надо подкрепить фотографии на вершине. Поход на Ольховую лучше планировать двухдневным. И вот почему. Подъем очень непростой, потому что в первый день лучше приехать на базу к подножью горы, отдохнуть, переночевать, а утром с новыми силами начать покорение Ольховой. Если вы хотите уложиться в один день, то выезжать придется на заре, а то и ночью. Представьте, что дальше вас ждет многочасовой подъем, а потом спуск. Но тут каждый решает сам, как ему удобно и что по силам. Важно знать, что добраться до самого подножья горы очень непросто. Еще в 2017-м туристы спокойно проезжали на легковых автомобилях, но Тайфун Гони внес коррективы. Река поменяла русло и пошла по дороге. Теперь от нее не осталось и следа. Чтобы не тратить три, а то и четыре часа только на путь к подножью, можно заказать у местных крупногабаритный автомобиль. А можно взять с собой велобайки и рвануть на них. Но учтите, что это должны быть подготовленные к бездорожью велосипеды. Вас ждет серьезный трек, а не прогулка выходного дня. Гора Ольховая относится к категории сложных. Обязательно расскажите близким свой план. Во сколько планируете начать подъем от подножья? Где оставили машину? В какое время планируете подняться и спуститься? И когда выйдете на связь? О плане покорить Ольховую можно рассказать и краевой поисково-спасательной службе. Сколько человек в группе, маршруты и так далее. Когда спуститесь, обязательно позвоните и сообщите об этом спасателям. Субтитры создавал DimaTorzok Восхождение начинается с крутого подъема. Вся серьезность мероприятия становится ясна еще в самом начале. Дальше будет немного легче. Тропинка ведет по хребту с относительно небольшими перепадами высоты. Вдоль тропы на расстоянии нескольких метров повязаны сигнальные ленты. Заблудиться можно на скальниках, так что держитесь правее. Физическая подготовка у всех разная. Одна группа потратит на восхождение 3 часа, другая 6. Кроме того, вас будет окружать такая красота, что волей-неволей вы будете останавливаться и фотографировать. Ольховая славится своим необычным озером. Оно находится почти на вершине и заполняется дождевой водой. Много раз туристы приходили с Ольховой и говорили, что озеро высохло. Но уже следующие группы заставали его наполненное дождями. Вода в озере очень чистая и красивая. На берегу небольшой лагерь. Здесь можно остановиться и отдохнуть перед последним рывком, подъемом на саму вершину. На вершине Ольховой стоит тренога. Фотографироваться на Приморского Барса нужно именно здесь. Спуститься обратно намного проще. Многие сравнивают спуск с долгой прогулкой по парку. Ольховая по сравнению с Педаном и Фалазой гора очень чистая. Маршрут популярный, но из-за отдаленности от Владивостока и сложности подъема людей здесь меньше. На Ольховой много грибов и ягод. Педан. Без преувеличения самая популярная гора Приморского края. О Педане хоть раз слышал каждый приморец. Еще 10-15 лет назад гора была окутана тайнами и мистическими историями. Фильмы о невероятных явлениях на горе Педан то и дело снимали телевизионщики и даже кинематографисты. И не только российские. Но об этом позже. Сейчас про подъем. Официально гора называется Ливодийская. Высота вершины 1332 метра над уровнем моря. Находится в Шкотовском районе недалеко от села Лукьяновка. Гора Ливодийская одна из главных вершин Южного Приморья. Входит в состав Ливодийского хребта горной системы Сихот и Олинь. Педан – название предположительно китайского происхождения. Пи – Великий. Идан – скалы. То есть большие скалы. Скалы и огромные камни занимают половину подъема пути на Педан. Есть мнение, что гора была священной у жрецов государства Бахай, которая располагалась на месте Южного Приморья. Невероятная природа, близость от населенных пунктов и самого Владивостока, таинственные легенды сделали Педан самым привлекательным экотуристическим маршрутом. Естественно, гора обросла базами и центрами размещения туристов. Основные находятся в Анисимовке и Лукьяновке. Подняться на вершину и спуститься можно всего за один световой день, но многие уходят на Педан на выходные. На горе нередкость увидеть палатки. Добраться до подножья можно на автомобиле или электричке, но от станции Лукьяновка придется идти пешком около 12 километров, либо заплатить за место в грузовике, который возит туристов. Если решите идти пешком, держитесь главной дороги и никуда не сворачивайте. В начале подъема есть место для лагеря, можно поставить палатки и бросить тяжести внизу. Подняться на Педан проще, чем на другую популярную гору Фалаза, при этом подъем не такой затяжной, как на Ольховой. В какое бы время года вы ни шли, вам попадутся туристы. Если вы пойдете на Педан в популярный осенний сезон, по пути могут быть натуральные пробки, выходные, осенние дни движения на Педане, как летом на набережной. О Педане ходит более 10 легенд. Одна из главных связана с Арсеньевым. Владимир Клавдийевич Арсеньев в своих заметках, правда неизвестно в каких, рассказывал легенды о народе, пришедшем из Золотой долины, который умел делать волшебные зеркала. Якобы исследователь первым описал легенду о летающем человеке и белой женщине, дух которой до сих пор бродит по лесам Педана. Летающий человек стал так популярен, что в поисках его туристы приезжали на Педан даже из Японии и Кореи. Первое упоминание о летающем человеке якобы принадлежит Арсеньеву. Также о летающем человеке любили рассказывать старожилы близлежащих сел Анисимовка и Лукьяновка. С их слов, в 30-е и 40-е годы летающего человека часто встречали охотники и солдаты. По описаниям очевидцев, у него было женское лицо, а летал человек на огненном шаре. При встрече с обычным человеком начинал кричать, что есть мочи. Белая женщина – такая же мощная легенда. По преданию, она была невестой верховного жреца народа Шуби. Он принес себя в жертву на вершине Педана для того, чтобы остановить войну. Девушка не вынесла утраты и бросилась вниз со скалы. Ее дух до сих пор бродит по лесу, оплакивая любимого. Привидение появляется в опасные моменты и помогает хорошим людям. Может даже отогнать зверя. Есть и забавные легенды, типа пиджака Ремпеля, который, скорее всего, породил сам Ремпель. Якобы астролог пошел на гору, снял пиджак, а тот взял, да и улетел. С тех пор так и летает. Иногда душит туристов. Мифическая аура действительно окутывала Педан долгие годы, но тысячи туристов ее растоптали. Если тут и жил летающий человек, то он давно переехал. Но многие до сих пор верят в силу Педана. Часто туристы тащат на вершину разные вещи, чтобы оставить там. Это вентиляторы, старые велосипеды, дорожные знаки и тому подобное. Считается, что после этого Педан даст человеку сил и удачу. Так это или нет, проверить сложно. А вот то, что гора становится грязнее с каждым годом, факт. Здесь даже проводят экологические субботники. Подъем на Педан выглядит так. Примерно полтора часа вы идете по лесу, потом начинается каменная насыпь. Она довольно массивная. И тут вам понадобятся перчатки. Да, именно они. Ведь часть пути вы будете преодолевать, опираясь на четыре конечности, помогая себе руками. Самая высокая гора Приморского края – Облачная. Высота – 1854 метра. Облачная находится в Чугуевском районе. В основном все едут на Облачную на своем авто. Надо добраться до Чугуевки, от нее в село Ясное. За ним будет небольшой мост через реку. За мостом начнется лесная дорога. По пути к подножью горы встречаются реки, но есть и переправы. Через несколько километров по лесной дороге будет стоять кордон национального парка «Зов Тигра». Вам надо обязательно получить у югерей пропуск на территорию. Пропуск платный, но цена доступная. Перед поездкой ее лучше уточнить. Стоимость меняется. Дорога от кордона к подножью Облачной будет очень сложной. Сплошные броды, кстати, довольно глубокие. По пути поваленные деревья. В итоге дорога перейдет в русло реки, и вам придется идти пешком. И вот тут, внимание, вам придется пройти от разлива реки до подножья Облачной 18 километров. Идти пешком будет сложно, потому что дорога то и дело будет сливаться с рекой. Придется идти лесными обочинами. По пути бурелом, камни, ямы. Но таким трэшовым будет не весь путь, а только его начало. Позже вы оцените тот факт, что по лесу бежит река. Она делает воздух необыкновенным, влажным и сладким. Все, кто ходил на Облачную, отмечают этот факт. Вот еще один интересный факт. Даже по дороге к подножью встречаются тигриные следы. Вы идете по национальному парку, так что нечему удивляться. Тигров здесь много. По ночам они даже выходят к дороге. Кроме тигров на Облачной много изюбрий, пятнистых оленей, косуль. Водится кабарга, горал и кабан. Бесчисленное количество зайцев, брундуков и белок. Серьезную опасность для туристов представляют гималайские и бурые медведи, дальневосточный дикий кот, серый волк и рысь. Надо понимать, что вы идете в самое сердце тайги. По пути к подножью вам встретятся егерские стоянки. Там есть дрова, деревянные столы и лавочки. Можно остановиться и перевести дух перед тем, как начать штурмовать гору. Облачная – самая высокая гора Приморья. Возвышается среди вершин Сихот и Алиня. Густая тайга на склонах тесно переплетается со смешанным широколистным лесом. На вершине Облачной настоящие альпийские луга. Естественно, такая невероятная гора, как Облачная, входит в список вершин, которые нужно покорить для Приморского Барса. Но многие решаются на поход всего один раз. Настолько он сложный. Вершину горы украшают памятные таблички о том, что гору покорил такой-то, такой-то. Подъем тяжелый, но потеряться на горе достаточно сложно. Весь путь вас будут сопровождать таблички и ленточки. Ориентируйтесь строго на них. От 1200 метров начинается резкий набор высоты. Тропинка буквально уходит в небо. С этого момента подниматься будет особенно тяжело. В то же время перед вами развернутся нереальной красоты горные панорамы. Ближе к вершине растительность сменят камни. Туристы часто принимают за вершину каменные площадки. Но это неправильно. Надо пройти вперед и подняться еще выше. С пика самой высокой горы Приморского края открываются чудесные виды на комплекс гор Сихот и Алиня. Хорошо видно снежную, лысую и сестру. Кроме того, отлично видно вершины гор Ольховой, Фалазы и Педана. С южной стороны отчетливо проглядывается хребет Чандалас. Подъем на Облачную занимает до 6 часов. Но нельзя забывать, что дорога от Владивостока в одну сторону займет примерно 7 часов. Такой поход лучше планировать на два дня. Читинза Читинза. Говорят, это одна из самых простых гор Приморского края. Но тут важно идти именно туристическим маршрутом. Если вы с него свернете, намеренно или просто промажете, вас ждет покорение приморских джунглей. Непроходимые буреломы, отвесные скалы, по которым придется карабкаться. И снова непроходимые буреломы. Это подходит тем, кто жаждет приключений и экстрима. Ну а мы расскажем про протоптанный туристический маршрут. Вообще официально гора называется Скалистая. Читинза – ее прежнее китайское название, но в Приморье прижилось именно оно. На Читинзу можно добраться, даже если у вас нет автомобиля. Три часа на электричке, идущей в находку, или партизанск. Выходите на станции Красноармейская. От нее к горе ведут многочисленные тропинки. На машине от Владивостока три часа. Доехать надо до села Тигровая. На проходимой машине можно доехать и до подножья, но легковую придется бросить и идти пешком. У подножья горы дорога станет тропинкой. Вдоль нее будут течь ручьи. Потом дорога станет горной рекой. Перейти ее можно по бревну, а можно и вброд. Камни покрыты ярко-зеленым мхом. Чем выше, тем интереснее оттенки. Ближе к вершине мох уже голубой. По лесу шныряют белки, зайцы, ежи, брундуки. Но лучше взять с собой фальшвеер. В лесу много медведей. Последние метры подъема идти придется по узкой тропинке в хребте. Это невероятно живописная часть подъема. Кажется, что идешь по какому-то ботаническому саду. На вершине также есть место для фотографирования. Тем, кто хочет получить приморского барса, надо себя запечатлеть. Лысая – гора, которая так же, как и гора Облачная, находится на территории национального парка «Зов Тигра». Лысая носит свое название не просто так. На 600 метрах высоты вершина покрыта гладкими камнями. Смотрится она, как лысина. Гора окружена притоками одной из самых крупных рек Приморского края – реки Киевки. У подножья красивейшие водопады. На вершине горы – родник. Гора находится на границе Партизанского и Лазовского районов. Высота – 1560 метров. Гора высокая, но если у вас хороший проходимый автомобиль, это восхождение станет самым простым из всего списка приморского барса. На машине по трассе Владивосток-Лазо надо доехать до села Беневское. Дальше надо пройти через кордон нацпарка «Зов Тигра». Вход платный. Вершина Лысой хорошо просматривается с северной стороны. На проходимом автомобиле можно подняться на высоту 1200 метров. Двигаться надо по старой лесовозной дороге. Тогда пешком останется пройти каких-то 400 метров. Гора, конечно, позволяет заехать на приличную высоту, но многие туристы предпочитают покорять ее пешком. Только так можно увидеть Лысую во всей красе. Еще в начале пути у подножья туристов ждет потрясающий водопад. Причем это целый комплекс, в который входит 20 водопадов разной высоты. На берегу на склонах Лысый обитают амурский тигр и дальневосточный лесной кот. Но шансов встретить их у вас немного. А вот увидеть кабана, косулю или пятнистого оленя вполне. Помните, что кабан очень опасен. По мере подъема дорога будет сужаться и резко пойдет вверх. Лес станет гуще. Уже через километр подъема лес сменят камни. Вершина горы – это каменистое плато, на котором растут брусника и голубика. Вид с вершины потрясающий. Отлично видно приморские горы Облачная, Педан, Смежная, Ольховая и даже Хребет Чиндалас. Наша программа подходит к концу, но мы рассказали только о половине вершины списка Приморского Барса. Кстати, это далеко не все горы нашего края. Просто эти вершины живописны и к ним достаточно легко добраться. Несмотря на то, что путь к некоторым занимает по 6-7 часов. На экране вы видите список гор, которые надо покорить, чтобы получить заветный значок. Не обязательно собирать фото со всех вершин в один год. Вы можете растянуть процесс на несколько лет. Покорить все 10 вершин непросто. Но пусть вас вдохновляет мысль о том, что Приморского Барса не раз получали дети, а однажды к премии представили собаку. Правда, лохматому в значке отказали, хотя хозяева и приложили все 10 фото. Оргкомитет посчитал, что звание Приморский Барс может носить только человек. Дискриминация, конечно, но история забавная. В общем, решитесь покорить Приморские горы, легкой вам дороге и невероятных впечатлений.